В декабре 1927 года открывается 15-й съезд партии. Лидеров оппозиции называют контрреволюционерами, разложившимися одиночками. Особенно резко нападает на них глава правительства Рыков. Он заявляет, что Ленин не стал бы нянчиться с оппозиционерами и грозит им репрессиями и тюрьмой. Очередная смена генеральной линии во власти. В 1927 году, атакуя справа, Сталин ликвидировал левый уклон в партии. Чтобы расправиться с оппозицией, нужно было отрезать ее от генеральной линии. Для этого надо было возбудить массы против троцкистов Зиновьев. Теперь, в 1929-м, Сталин сам стал левым. И с этих позиций громит своих вчерашних союзников как правых. И устанавливает уже абсолютную личную власть. 16-й съезд объявил взгляды правой оппозиции несовместимыми с пребыванием в рядах партии. И указал на необходимость вести борьбу на два фронта. Против троцкизма и примиренчества к нему. И против правых как главной опасности. Наступление на зажиточных крестьян Кулаков, развернутое Сталином, критикует второй человек в партии Бухарин, премьер Рыков, глава Советских профсоюзов Томский, нарком труда Угланов. Партии существовали силы, которые выступили против административных, ускоренных методов проведения коррективизации. Но победила точка зрения Сталина и его ближайшего окружения. Партийный пленум пытается остановить новую войну в деревне. Он запрещает реквизиции зерна и повышает закупочные цены. Бухарин, Рыков и Томский не против перекачки средств из деревни в индустрию. Они за умеренность перекачки. Иначе новая гражданская война в деревне. Сталин при поддержке своих выдвиженцев начинает пропагандистскую кампанию. Стране грозит правый уклон. Мол, уступками селу уклонисты подрывают базу индустриализации. Правые хотели, говорил Сергей Миронович Киров на съезде, овладеть руководящими органами партии для крутого поворота ее политики. Правые были против высоких темпов индустриализации. Против первоочередного развития тяжелой промышленности. Против коллективизации сельского хозяйства. Против ликвидации кулачества как класса. Их линия вела к реставрации капитализма в нашей стране. Взгляды правых прямо перекликались с платформой троцкизма. Бухарин и Томский лишатся своих постов. В этом же году Рыков покается, но через год и его, и Угланова отставят из правительства. Все правые уклонисты погибнут при большом терроре. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова